Привет! Мы наконец-то добрались до биопарка. Куча эмоций, куча восторга. Надеюсь, вам тоже понравится. Мы постараемся вам показать всё и рассказать, конечно же, тоже то, что увидим сами, поделимся с вами. А сейчас идите-ка сюда. Лемуры нас тоже ждут. Вон там на ветке сидят двое таких смешных лемурок с такими глазками. Приместите тебе шерстку. А мы сейчас пойдём в их страну, в Мадагаскад. Ход в Мадагаскад. В Мадагаскаде мне определённо нравится. Они в Мадагаскаде столько воды и столько зелени, и это очень здорово. А лемуры, они такие пушистые. Они идут всё подряд. Я только услышала, что у них главная бабушка. У них матриархат. Самая старая самка, главное вставить. Они такие классные, такие хвостые. Их нельзя даже вынести. Они спускаются, но их нельзя спускать, потому что они могут подкарабить или укусить. А если всё-таки они подойдут, и их можно погладить, то у них у всех чипы за шипы, они на выходе, естественно, будут спущать. Так что вынести ничего нельзя. А мы думали, потому что он такие пушистые, такие классные. Вон, Борис, море такой. Вон, морда такая. Не пеши. Не пеши. Не пеши. Ты говорила. Супременно, ты знаешь. Ага, гаджи. Ага, гаджи. Ага, гаджи. Мы ура, биопарк. Очень интересно рассказывает парень. Почему? Интересные факты про фламинку. Даня, почему они розовые? Они розовые, потому что они едят креветки, но не большие, они только едим мы, а маленькие такие креветки. Вот. А тут они сопеременно поднимают ногу. Это, как вы думаете, почему? Потому что так они регулируют температуру своего тела. Поднимают. Одно, а вот то, а другое. В общем, парень рассказывает интересно. И факт, который мы не знаем, слушать надо. Помнишь в Мадагаскаре? Посох, уши. Вот это вот она есть, которая уже... Мы подошли к посам. Это натуральные враги леморов. Они их кушают. Они не кушают только леморов, они еще кушают всяких там амфибий и рыбок. И птичьего, по-моему. Очень хулистое тело, и они называют очень большую скорость, да? А как они лёвы к левым? Лапы так. Бам! Они ныряют за ними. Ныряют за ними, да. Костелинка очень, мне нравится природа, сделанная со скалами. Пламинка, пши. И лимурчиков видела. Раньше же не видела лемуров, не тогда, да? Это только ночью. Мы посмотрели лемуров. Мы здесь из Мадагаскара. Едем в остановку в Африку. Сейчас мы идем в Африку Эхуториаль. И тут нам обещают очень интересные животные. Будет и орангутан, красавчик. И всякие, понятно, прямая хумы, и обезьяны различные, и косули. Посмотрим поближе. Я уже дополню, что мы прошли. Когда ты не заглядываешь, и там в одном был хамелеон, да, в другом были уже, там, эскорфионы. Да. А еще кто был? Аня. Да. Точно, паук был большим, саратом. И кого ты еще видела? Аня, ты помнишь? Руки, крокодил. Крокодил. Фильмия. Ты никого показываешь? Я. Не видишь? Да, фильмия. Там такая хамелея, одна из бара. Сейчас мы здесь в такой вот печенке. Тут это тоже как будто какой-то здоровенный баба. Но мы внутри. Когда-то давно он свалился, вот внутри росок. Мы внутри, вот такая хамечка, проклада, тень. Очень хорошо. А сегодня на этом здесь пустой людей, там, вон, 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 пойдем. Далее, что красиво. Да. Это не заморки, это обезьяна. Вот с нами мы выделяем час, мы не просили даже половину пахта. Здесь очень хорошо, очень красиво. И животные видно, что ухоженные, и кормят их хорошо. И понимаем, что там, например, они чаще в течение года наблюдать. И, наверное, с пилочек после обеда. И, наверное, животные больше выходят. Потому что вот сейчас это пантера, черный пантер, должна быть, леопард. Они отдыхают, после обеда спят, поэтому никого не видно. А вечером, когда урисонта заходит, видимо, они выходят и больше видно. Нам очень много. И слоны, и львы. Здесь так красиво, мне так понравится. Это ощущает меня. Игры! Игры, конечно, дождь. Игры. Это мы сейчас ходим к гориллам. Ага. И у гориллам вот все. Это вот мама-ката, и решили к ней. Да, да, да. Идем к гориллам, смотри. Надыхаю. Недавно горилла. Родила детеныша. Здесь было написано, что дайте тишину, пожалуйста. Потому что мать и детеныш нуждаются в тишине. И такой голос стоит. Понесла, понесла. А вот видишь, какой? Я не знаю. Это было как пыль на сваре. Они только что-то наблюдали в фильме, и никогда не знаю. Горилла. Не изменяю. Наскакал хлеб в руку. И это тут все. Как будто яблоко. Как будто яблоко. Ах! Расскажи про крокодилов. Почему? Он зубастый и опасный. Ну, конечно. Вы сами видите пачку. А как я корму попадаю? А? Ну, послушаем. Это пещера Киту. Она, реплика пещеры, которая находится в Киеве. В Паридейде есть где-то около 8-12 тысяч лет. Киту в переводе с киевского означает место встречи. Сюда приходили умирать слоны. Здесь пещера Киту. Вот здесь увидим, мы еще не знаем, похоже, рыбы там какие-то. Может, чуть-чуть добавить. Но вот, когда я видел, стала Киту, что там просвещается. Киту. Китaca. Сюда. Сюда. Музыка 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 Какой он огромный! Вот это зубы! Вот это да! Мы увидели черепах. И все равно на количество людей они заняты. Размножение – неотъемлемая часть существования. Что тут поделаешь? И опять планы, опять водопады. Обожаю планов. Какие же они красавцы! Музыка Вот здесь мы вошли. Мы прошли через Бенбуром. Вот с Бенбуром мы такси поглялись. Потом прошли сюда. Потом через дерево. Вот видишь? Одно дерево, второе дерево. Через дерево мы прошли к Гориллу. Пещеру с Куклом. Озеро Слонов, которое вот фотографировали. Сейчас мы здесь. Здесь вот магазин с подарками. Дальше мы пойдем сюда. Мы идем к Славану. Здесь на входе графа. Красивые. У нас их ответок очень было. Славан» Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы, собственно говоря, на последнем этапе Да, мы уже заканчиваем Прошли львов, прошли птичек, прошли страус, носорог Про носорога там отдельная история Его когда сюда привезли, он сошел с ума в старом зоопарке Было очень мало места, и он ходил кругами Вот здесь он круги наматывал, просто было видно, как была выкатывана тропинка Ему стали ложить еду, вот там где-то сейчас косули находятся, газели Ему стали ложить еду туда, он начал ходить восьмерку Ну сейчас он уже расходился Вот он, кротакчик Теперь он ходит, свободно, подненадивается, выздоровел Ну это большая удача для биопарка В общем, мы почти все прошли уже Дети на площадке, мы идем к выходу Здесь есть площадки, есть скамейки, где отдохнуть Есть где покушать, попить можно купить Кстати, воду сюда проносить нельзя Никакие напитки не идут, проносить сюда нельзя Ждется покупать все здесь Можно обратить внимание Нету клеток, нету вообще решеток каких То есть между животными и вами Либо вот такие вот вполне себе натуральные преграды Да, они собраны там, свинчены, естественно Но нет ощущения, что вы ходите по зоопарку То есть ощущения зоопарка нет Животные на воде, и вы как будто ходите вот по Африке, грубо говоря Ну или мягко говоря И вы находитесь среди животных Мне нравится По ценам Для тех, кто старше 65 лет Цена на сегодняшний день, в 2017 году 18 евро Надо, естественно, предъявить какой-то документ Паспорт, ну или какой-то документ Где ваша фотография, дата рождения будет написана Детям 19,50, если я не ошибаюсь И взрослым 23,80 Здесь попить там колоколок 2,50 стоит Покушать в районе 8 евро с человека Лучше приходить, наверное, или рано утром, или уже после обеда Но с расчетом на то, что здесь идет И, блин, часа 3 точно здесь вы потратите И больше Вот мы, собственно говоря, посетили биопарк Как вам вид? Супер-купер мега драйв Полное, много всего впечатлений, масса Всякого Фотографий, видео Мне очень понравилось На всю жизнь, конечно Я захотела, чтобы у меня под много чего Собирались, собирались Мы все-таки это сделали Нету бальзам на пушку С того парка мы давно уже заглядывали на этот мост, чтобы пройти по этому мосту Такой в России, конечно, не увидишь Нет, нет, нет И климат не тот, чтобы такое сделать Конечно Там возле клетки, допустим, стоишь, смотришь А здесь, когда природа Это здорово А кто больше всего понравился? Вы даже не скажете так Кто сказал Они все в своем роде Мы сегодня удачно, правда? Мы тоже Тебе понравились олены Гориллы Гориллы Черепахи Черепахи очень, да? Черепахи впечатляют, конечно Не, а лемуры А лемуры какие Попали вообще в такие моменты Наталья, куда не подойдет, там и сюрприз Обязательно День полсюрпила Вообще Вообще здорово Устали, говорю, но усталость приятная Гуляли по саванне и прямо дождь пошел То есть и природа даже шептала о том, что да, вы ходите по саванне Солнце, и тут же дождь, и опять солнце вышло В Африке было жарко, а в саванне был немножко дождь Но это просто не придумаешь Не знаешь, сейчас опять солнце И опять мы как бы Все замечательно Мы возвращаемся в Валенсию Да, мы возвращаемся в Валенсию А в Валенсию всегда солнце Все, домой Все, вы уходите Спасибо Спасибо